Мошенники придумали наглую схему развода украинцев через новую почту. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме через новую почту. Когда злоумышленники забирают посылки с дорогостоящими предметами по поддельным документам, а нужную информацию обманом выманивают у владельцев. Недавно жертвой такого развода стал киевлянин, который в итоге потерял 90 тысяч гривен. Об этом передает канал Полтавска. Как работает схема? Так, с мужчиной связался аферист из Полтавы, который представился Александром по объявлению о продаже металлоискателя и договориться о сделке. Дословно передаю вам, как он написал. Здравствуйте, готов организовать полную предоплату. Но при условии, что девайс хотя бы приедет на отделение. Предлагаю сделать следующим образом. Отправку сделать на себя, получить средства, сменить получателя на меня. Качественно упаковать, ну и оценить 8 тысяч гривен, чтобы не переплачивать, рассказал житель столицы Игорь Краснопольский. Он так и поступил. Отправил посылку на отделение новой почты. И вот на следующий день мошенник пришел в почтовое отделение, показал липовые документы с ФИО своей жертвы и забрал покупку. Обманутый киевлянин свои деньги так и не получил. Возмущенный пострадавший написал жалобу на новую почту и теперь надеется получить компенсацию от компании. Претензия заключается в том, что сотрудники почтового отделения просто передали его посылку левому человеку с поддельными. Тект озвучен в Яндекс Клауд. Документами. Что говорят в новой почте. В то же время руководитель отдела номер 2 новой почты Виталий Закутни отметил, что отправитель сам предоставил мошеннику все данные, имя, фамилия и номер экспресс-накладной. И тут есть еще один важный нюанс. Объявленная стоимость 8000 гривен, которую предложил указать аферист, взята не случайно. В таком случае для получения данного груза не нужен был паспорт. Потому что до 15000 идентификация может производиться по... Любым документам, обратил внимание представитель компании. Так никаких нарушений условий выдачи и предоставления услуг со стороны работника отделения в НП не видит. Мнение юриста. Специалист юриспруденции стал в данном случае на сторону новой почты. Эксперт считает, что пострадавшая сторона вряд ли сможет добиться от компании компенсации. Если работник отделения попросил предъявить документ, ему этот документ предъявили, то он посмотрел, что... Текст озвучен в Яндекс Клауд. Визуально люди похожи. То у него нет обязанности подробно проверять, идентифицировать. Относительное имущество стоит сказать, что человек самостоятельно оценил его в 8000 гривен. Сложно говорить о 90 тысячах. Поэтому, по моему мнению, маловероятно, что ему удастся привлечь к имущественной ответственности новую почту, говорит юрист Тарас Захаров. Видео. В Полтаве мошенник по поддельным документам забрал чужую посылку на 90 тысяч гривен через новую. Почту. Напомним, ранее мошенники от имени новой почты рассылали опасные письма за влекухи. Добавим, недавно всплыли новые подробности о фишинговой атаке на украинцев с использованием бренда новой почты. Редактор субтитров А.Семкин